здравствуйте с вами программа ттб на канале универс смотри сегодня у нас будет передача состоять из двух частей в первой части мы поговорим с гостем который он пригласили специально для беседы во второй части как обычно студенты эксперты группы элса проведут небольшой мониторинг фондового рынка россии с учетом того времени которое прошло после последней нашей передачи для начала небольшая сноска летом 2015 года в журнале вопросы экономики вышла интересная статья под авторством автономова так вот господин автономов проводит интересную мысль исследуя что же все двигает что является главным мотивом поведения основной массы россиян либерализм то есть основа только на себя или патернализм то есть основа на себя но с учетом помощи страны государства вот именно для того чтобы рассмотреть эту идею эту мысль мы пригласили к нам сегодня гостя нашей передачи а именно это зуфар гумарович галеев кандидат политических наук доцент кафедры музеологии культурологии и туризма института международных отношений истории и востоковедения казанского федерального университета зуфар барча ничего не перепутал нет все нормально тогда сразу перейдем к делу первый вопрос что же все таки является главным мотивационным источником поведения для основной массы россиян занимающихся любом любым видом деятельности на сегодня я бы сказал что вопрос фундаментальный сложный а значит дискуссионный лично я исхожу из следующих моментов самое первое важно учитывать контекст контекст очень важен при ответе на сложные дискуссионные фундаментальные вопросы что имеется ввиду контекст например социально исторический социально культурный а значит и социально психологический и исходя из этого надо обратить внимание на три вида на три основных вида деятельности это три вида деятельности которые нас сопровождает всю жизнь первый вид деятельности эта игра второй это учение и третий этот труд и вот в рамках этих трех основных видов деятельности и формируется мотивация человека как вы ее называете изначальная мотивация а а казанский пифагор учитель антолог фан валишин назвал бы это исходная мотивация изначальная исходная мотивация и так я думаю что формировать следует сочетание мотивации достижения мотивации достижения и перспективные мотивации мотивация достижения это когда в человеке формируется стремление к определенным благам к определенным благам как к вознаграждению в нем обнаруживается глубокая личная заинтересованность вовлеченность в то что он делает но одной мотивации достижения я думаю не хватает хотя за рубежом постоянно уповают сравнивая мотивацию достижения и мотивацию избегания неудач и акцент делают на мотивации достижения до мотивации достижения важно но не менее важна перспективная мотивация перспективная мотивация чем важно и что она означает. То есть перспективная мотивация предполагает стратегию поведения. Это очень важно в любом виде деятельности. Есть, конечно, и текущая мотивация, которая предполагает тактику поведения. Итак, перспективная мотивация и мотивация достижения должны сочетаться. И, естественно, тогда мы будем выходить на изначальную мотивацию. И вот в этой изначальной мотивации важно обратить внимание на принципы. То есть, когда мы говорим о сочетании мотивации достижения и перспективной мотивации, то есть о мотивах и целях долгосрочных, когда человек озадачен и видит горизонты своей жизни, не только обращает внимание на текущую мотивацию, то есть на цели и мотивы, которые побуждают его к тем целям, которые здесь и теперь существуют. И вот принципиальная мотивация, я ее называю принципиальной, и там, естественно, в содержании принципиальной мотивации есть и самый главный принцип, который был характерен испокон веков для России. То есть мотивация служения. Мотивация служения, когда человек не обращает никакого внимания на то, сколько ему надо осуществлять ту или иную деятельность, ту или иную работу, тот или иной труд. Он вовлечен полностью, служит Отечеству, служит Родине, то есть работает и трудится на благо, на благо Отечества и Родины. И вот ввиду того, что вопрос касается изначальной мотивации, и я уже упомянул, что вопросы исходного, вопросы, связанные с исходными проблемами и задачами человека и страны, мне они не посильны в той, мере, в какой они посильны Фану, Валишину, нашему казанскому пифагору, учителю-антологу. Вот истина, с моей точки зрения, в стратегии динамизма, которая еще более глубоко затрагивает изначальную исходную мотивацию и находит более правильные ответы. Итак, принципиальная мотивация сочетается с мотивацией достижения и мотивацией перспективной. И вот эти три точки, треугольник мотивации, по сути дела, я называю, вот у меня вышла совместная монография в 2014 году, духовно-гуманитарные факторы экономического трудового поведения, я называю эту мотивацию в целом духовно-гуманитарной мотивации. Ее иногда частично называют как социально-психологическую и соотносят с социально-экономической мотивацией. Но я в данном случае считаю, что вот эти все четыре вида мотивации, то есть складывается своеобразный квадрат мотивации, их в целом можно назвать как мотивация благополучия. Мотивация благополучия, которая предполагает и материальный контекст, и духовный контекст. То есть самое главное, человек должен понимать, кто он, зачем он, почему он. И вот этот квадрат мотивации, мотивация благополучия, она касается не только стремления к материальной и рациональной выгоде, но и предполагает единство целей рационального поведения, как говорил Макс Вебер, и ценностно-рационального. Хотя, конечно, в рамках текущей мотивации бывает и эмоциональный контекст, и здесь как раз усиливается текущая мотивация. И на это тоже надо обратить внимание. Спасибо большое. Мы, чувствую, зашли так глубоко, что надо остановиться, иначе наш контингент слушателей не совсем поймет, слишком высокая материя. Давайте упростим вопрос. А что вы думаете, Зуфар Гумарович, что является главным мотивационным источником поведения для россиян, которые занимаются именно предпринимательской деятельностью? Да. Давайте, уважаемый Вячеслав Михайлович, расставлять, как говорится, лошадь и телегу. Лошадь, я имею в виду, изначальная, можно даже сказать исходная, и вторичная, текущая. Вот все, что говорилось по изначальной мотивации, мотивации благополучия в первом вопросе, то же самое сохраняется и по отношению к предпринимательской деятельности. Не случайно Макс Вебер выделял разные виды предпринимательской деятельности. Это классик международной всемирной социологии. И он выделял цели рациональные, ценностно-рациональные, аффективные, то есть эмоциональные, и традиционные. Но здесь в основном сочетание двух, цели рационального и ценностно-рационального. Итак, мотивация предпринимателя должна быть принципиальной. Она также должна быть в приоритете, должна быть мотивация благополучия. Но что здесь имеется в виду, когда говорят о нюансах? Потому что происходит сужение предмета изучения. Здесь лично я имею в виду следующее. Три сочетания имею в виду. Первое — сочетание духовно-гуманитарной мотивации и социально-экономической мотивации. Очень важны условия. Среда предпринимательства предполагает определенный комплекс условий. Нужна очень благоприятная среда, принципы оплаты, принципы подбора кадров и так далее. То есть сочетание духовно-гуманитарной мотивации и социально-экономической очень важно. И здесь, конечно, приоритет духовно-гуманитарной, то есть, если сказать иначе, ценностной мотивации. Ценностная мотивация, она, конечно, приоритетна. Второе — здесь должно быть сочетание перспективной мотивации и текущей мотивации. И, конечно же, с приоритетом перспективной. То есть, если предприниматель направлен на решение каких-то конкретных текущих задач при цепочке неблагоприятных действий, при цепочке, когда он будет терпеть фиаско, он просто растеряется и прекратит свою деятельность. То есть, у него должен быть обязательно горизонт. Предпринимательство — это путь. И если предприниматель видит только деревья, но не видит леса, это, я считаю, неправильно. И третье сочетание. Третье сочетание мотивации достижения и духовно-гуманитарной, то есть, ценностной мотивации. И здесь, вроде бы, мотивация достижения — это очень высокий уровень, благожелательный уровень, но ценностная мотивация, то есть, духовно-гуманитарная мотивация здесь тоже должна быть в приоритете. И если это будет наблюдаться, а это долгое время наблюдалось в нашей России, в XIX веке слово «купца» было словом, он даже расписки не давал. И вот как раз у наших самых лучших предпринимателей сочетание вот этих факторов обнаруживается. Спасибо. Хорошо. Давайте тогда уточним второй вопрос и зададим его в таком ракурсе. Что вы думаете, Таффар Муарович, является главным мотивационным источником поведения для предпринимателя, который работает именно на фондовом рынке, наиболее рискованном и непредсказуемом? Да, совершенно правильно. Фондовый рынок сам по себе многообразен и сам по себе, хотя и имеет столетние традиции, он, конечно, отличается фактором неопределенности в некоторых точках своего осуществления. Но и здесь все, что было выше сказано, на мой взгляд, надо оставить в силе. А что добавляется? А тут добавляются нюансы. То есть мотивация деятеля на фондовом рынке, например, трейдера. Трейдер — это торговец, если перевести. И, конечно же, его ведущая деятельность — это целерациональная деятельность. Он, по сути дела, действует целесообразно своим целям. А самая главная цель — это, конечно, прибыль. Прибыль. Хотя мотивация глубже, чем эта цель. И вот мотивация становится при всех сказанных вещах более гибкой. Она более гибкая, более оперативная. Оперативная. Почему? А я думаю, в первую очередь потому, что здесь, на фондовом рынке, проблема, наиболее остро стоит, проблема самоконтроля. Проблема самоконтроля. То есть здесь элементы эмоциональные выходят на первый план иногда. Когда трейдер, когда деятель фондового рынка теряет самоконтроль, когда он теряет управление над эмоциями, то, естественно, здесь мотивация, конечно, становится более гибкой. Если мы хотим успеха, то мотивация должна быть более оперативной и более гибкой. И здесь, я бы еще сказал так, на фондовом рынке, идея ценного, конечного продукта еще более рельефно стоит. И вот исходя из этого, раз стоит идея ценного, конкретного продукта, нужно обратить внимание, что целесообразно, что полезно было бы всем участникам фондового рынка, в частности, трейдерам, например, трейдерам, какая мотивация актуальна. Я думаю, что здесь актуальна для всех деятелей фондового рынка мотивация развития. Мотивация развития своих сил, своих способностей. И самое главное, еще здесь возникает мотивация развития тех сторон, которые приводят участника фондового рынка к успеху. Вот на это надо обращать внимание, а значит, мотивация самоконтроля. Мотивация самоконтроля – это очень важная мотивация, хотя на фондовом рынке те же трейдеры, они классифицируются, они разделяются. И вот психология рынка, психология рынка, как наука, а не как состояние людей, участников рынка, она, по сути дела, обращает внимание на более актуальные аспекты мотивации и в связи с этим классифицирует, например, трейдеров на три психотипа. То есть выделяются три важнейших психотипа и в рамках этих трех психотипов выделяется подтипы еще. Например, первый психотип – это интеллектуалы. Интеллектуалы. Они бывают активные, они бывают пассивные. И вот в зависимости от того, активный интеллектуал или пассивный интеллектуал, текущая мотивация очень гибкой становится. И вот здесь как раз все, что я до этого сказал, то есть мотивация благополучия, принципиальная мотивация, перспективная мотивация, это все, конечно, в наличии и существует, и они способствуют преодолению даже вот этих изъянов текущей мотивации. Но я вот думаю, что надо обратить внимание интеллектуалам активным, которые участвуют на фондовом рынке, на мотивацию повышения выносливости. То есть выносливость здесь у активных интеллектуалов – это очень важный аспект. Для пассивных же интеллектуалов я бы посоветовал и обратил внимание участников рынка на мотивацию решительности. То есть у пассивных интеллектуалов быстрое принятие решения уходит в рамках текущей торговли на первый план. И, конечно, здесь у пассивных интеллектуалов очень актуально преодоление растерянности. То есть ввиду того, что активность почти не присутствует, то есть интеллектуал, то есть у него, по сути дела, сознание действует, но порой действует вяло, и поэтому он может и растеряться. И вот на это надо обратить внимание. Вторая группа или психотип – это интуитивы. Интуитивы. То есть это, конечно, очень серьезные участники рынка, но они тоже делятся на активных и на пассивных интуитивов. Например, для активных интуитивов что важно? Контроль над текущей сессией, контроль над своим трейдингом, как говорят специалисты. Контроль над своим трейдингом. Мотивация равнодушия к обстоятельствам текущей торговли. То есть не надо зацикливаться на текущей торговле. А что можно посоветовать массивным интуитивам и что действует в рамках мотивации? Конечно, у пассивных интуитивов часто наблюдается нервозность. И вообще рынок фондовый – это очень нервный рынок, очень тонкий рынок. И вот мотивация преодоления нервозности, а порой даже подавленности, она, конечно, актуальна в рамках текущей мотивации. И любой субъект, актор фондового рынка, он должен на это обратить внимание. Мотивация активного отдыха. То есть не пассивный отдых, лежать и спать, а активно отдыхать. И многие наиболее успешные деятели, акторы фондового рынка следуют этим. Особенно интуитивы, конечно. Следуют этим указаниям. И они стимулируют мотивацию. То есть в данном случае иногда даже внутреннее побуждение отстает от внешнего. То есть внешняя причина, так называемые стимулы. Опять же нужна среда, нужна группа, где человек активно будет отдыхать. Но одному активно отдыхать в принципе тоже можно, но желательно вместе отдыхать. И есть еще третий психотип, третья группа. Это инстинктивы или инстинктивные трейдеры. Ну, раз трейдеры, значит это касается в целом и всего фондового рынка. И вот есть активные инстинктивы, активные инстинктивы и пассивные инстинктивные трейдеры. И вот здесь что актуально? Для активных инстинктивистов, активных, тех, которые больше даже по инстинкту действуют. Инстинкты это серьезная вещь. И здесь, конечно, мотивация, мотивация контроля над эмоциями, мотивация контроля над эмоциями очень важна. Что я имею в виду? Здесь необходима определенная размеренность действий в рамках торговли. Ну, естественно, горячность. Надо, чтобы горячность, конечно, снизилась. Ну, очень важен фактор взвешенности решений. То есть взвешенность. И самое главное, эти решения проходят моментально. Это мы сейчас говорим взвешенность. А на фондовом рынке взвешенность и невзвешенность, они рядом находятся. И тут, конечно, перекосы могут быть в любой момент. Значит, нужно, чтобы мотивация была осознанной. Конечно, на мотивацию действуют подсознательные силы. И вообще во многом зарубежная психология фиксирует нас на том, что мотивацию в первую очередь определяет так называемая подкорка. Рефлексы. Да, подкорка, то есть есть кора головного мозга, это то, что связано с сознанием, а есть подкорка. И вот это бессознательно, эти подсознательные, конечно, факторы очень сильны, но я думаю, что на них тоже не надо делать приоритет. Потому что человек, который разумен, предприниматель, человек, который предполагает принципы и ценности, он может и совладать с некоторыми... Конечно, это будет напряжение. То есть совладение с бессознательными факторами и причинами всегда напряжение. Это дается с большим трудом. И вот здесь мотивация должна быть рациональной. То есть вот эта текущая мотивация, ее можно назвать рациональной. То есть человек должен осознавать хотя бы на самом минимальном уровне, что ему в текущей мотивации очень важно. А то, что я говорил до этого, это, конечно, тоже приоритетно, и это способствует. То есть лошадь — это принципиальная мотивация, это мотивация благополучия, это сочетание всех тех аспектов, о которых я говорил. Пассивные инстинктивисты или инстинктивы пассивные, они, конечно, для них мотивация расслабления тоже очень важна, мотивация расслабления, мотивация настойчивости и уверенности. Но я хотел бы отметить, что пассивные инстинктивы, они очень надежные трейдеры, очень надежные. Очень надежные, и у них движение к справедливости, как говорится, внутри сидит. И благодаря надежности и справедливости, вот с одной стороны, мотивация расслабления нужна, мотивация взвешенности, но в первую очередь, конечно, уверенности в своих действиях, уверенности. Но всем трейдерам, всем участникам фондового рынка, я еще раз хочу сказать, что мотивация контроля и совершенства. Мотивация контроля и совершенства. То есть развитие, как говорит фанволишен, развитие совершенствует, а обновляет, конечно, движение. То есть движение, значит, надо включать цепочку дух, воля, внутренняя свобода и включается механизм творчества. То есть на всех видах предпринимательской деятельности, на всех видах общей деятельности, конечно, мотивация важна. И вот здесь, конечно, у нас в стране есть проблемы. Хорошо. Спасибо вам большое за эти развернутые ответы. Но все-таки в заключение хотелось бы возвратиться к нашим двум, как говорят, баранам. Вы, как специалист в своей деятельности, что вы все-таки видите в перспективе для российских граждан? Надежду на себя, то есть либеральный путь, как говорит господин Автономов, или надежду на государство, то есть патернальный путь, при сохранении, конечно, своей самостоятельности. Вот вы, как считаете, какой путь виден вам для российских граждан в плане их самореализации? Уважаемый Вячеслав Михайлович, вначале я хотел бы остановиться на текущем моменте и, естественно, приоткрыть окно и сузить поле, предмет нашего разговора. Да, разговора. Здесь, во-первых, конечно, надо сказать, что когда мы говорим о нынешней России, мы в первую очередь или, скорее всего, говорим о Российской Федерации. Конечно, Россия, как страна-цивилизация, полностью еще не развернута. И мы, скорее всего, говорим о Российской Федерации. И самое главное, когда мы говорим о Российской Федерации, мы сразу ищем, а есть ли почва для либеральной экономической политики, либо для патернальной экономической политики, которую иногда называют государственнический консерватизм. И что я могу сказать? Например, я, наблюдая текущую ситуацию, могу сказать, что у нас на данный момент почва для чистой либеральной миссии и для чистой патернальной миссии не подготовлена. И наблюдается очень часто, я бы даже сказал, приоритетно наблюдается, какая-то гибридная мотивация. Гибридная мотивация, и вот в последнее время особенно я наблюдаю гибридную мотивацию в каком плане? То есть свой-чужой, лояльный-нелояльный, как будто существует какой-то невидимый идентификатор. И люди подгоняются в своем поведении, в своей деятельности вот этой гибридной мотивации, свой-чужой, лояльный-нелояльный. И самое главное, все усугубляется массовой социальной мимикрией. То есть существует проблема социальной мимикрии, существует разрыв между словами, намерениями и поступками. То есть цепь единая разрывается, разрывается единая цепь, обратная связь нарушается. Что я имею в виду обратная связь? То есть, например, люди предпринимают какое-то время действия, усилия предпринимают, а между их действиями и усилиями, а также результатом наблюдается расстыковка. То есть люди расстыкуются, а если это продолжается длительно, то мы можем наблюдать синдром, о котором говорил Мартин Селигман, выдающийся американский психолог. Мартин Селигман экспериментально подтвердил, доказал и на животных, и на человеке, что существует так называемый синдром выученной беспомощности. И вот этот синдром выученной беспомощности, он как раз и проявляется в разрыве обратной связи. То есть между тем, что люди предпринимают усилия, и между тем, какие их результаты, каковы их результаты. То есть вот надо работать над тем, чтобы синдром выученной беспомощности, конечно, все более и больше прекращал свое существование. А для этого что надо делать? Например, я участвовал в различных круглосстолах, мероприятиях. И совсем недавно в Москве в рамках высшей школы экономики в контексте статьи Владимира Сергеевича Автономова, очень известный исследователь в этой области, очень интересные подходы. Но в целом он демонстрирует элемент либеральной экономической политики и говорит о том, что думали классики либерализма. И как, опираясь на труды классиков либерализма, можно реализовать те или иные задачи, которые стоят перед нашей страной. То есть Российской Федерации, конечно, но я хотел бы, чтобы это было перед страной цивилизации, перед Россией стоят какие-то. И вот тоже дискуссия была, и там в основном присутствовали исследователи-либералы, и они тоже не пришли к однозначному ответу. То есть у нас, еще раз говорю, почва для осуществления либеральной миссии в чистом виде. А либеральная миссия в чистом виде, что она предполагает? Она предполагает движение снизу вверх. То есть опирается на индивидуалитет. Либеральная экономическая политика, да и в целом политика, она всегда опирается на индивидуалитет. Что это значит, индивидуалитет? Ну, в первую очередь, это привилегированная ценность свободы. Привилегированная ценность свободы — это компетентность, компетентность актора. И, естественно, у него должны быть развязанные руки. Развязанные руки, то есть он должен быть хозяином своей судьбы. То есть либералы говорят, что мы должны опираться на такого человека, на такого человека, которого не нужно утешать. И вот с уецами. Разве у нас много людей, которых не нужно утешать? У нас ведь очень много людей, которых нужно утешать. И, по сути дела, у нас очень много людей подготовлены к мотивации патернализма. То есть, но в каком смысле? Патерналистская, то есть государственническая, консервативная идея. То есть и то, и другое, и либерализм, и патернализм — это социальная философия, это социальные идеологии. И они исходят. Патернализм предполагает движение сверху, то есть опирается во многом на мотивацию иждивенчества. Мотивация иждивенчества — это очень хорошая почва для осуществления патерналистской политики. Она опирается на сакральность власти. То есть движение идет от правителя к массам. От правителя к массам. И, естественно, очень большое количество людей, которые уповают на сохранение статус-кво. И самое главное — элита. То есть движение идет от правителя, элита, и остальное движение вниз — массы. Но и в том, и в другом есть, конечно, резон. Но и то, и другое — это две стороны одной медали. И либерализм, и патернализм. Я думаю, что и то, и другое пока не работает. Но все-таки предлагает такой выход. Я думаю, что в какой-то контексте это выход правильный. Но опять же вопрос успеха. То есть какой выход предполагают? Например, вспоминают то, что произошло в Турции. Выдающийся деятель Турции, отец турков, то есть всем известный Ататюрк-Кемаль или Кемаль-Ататюрк, по сути дела, что сейчас из себя представляет Турция по отношению с тем, что она из себя представляла в 20-е годы. То есть вот за эти 80-90 лет, по сути дела, патерналистскими методами сверху стала осуществляться деятельность, подготавливающая условия для либеральной миссии. То есть сочетание либерализма и патернализма возможно, но только в плане методов. То есть патерналистские методы создают условия для свободы предпринимательства, для верховенства права, как говорит выдающийся экономист Евгений Ясин. То есть свободу предпринимательства, верховенства права. Он это уже говорит долгие годы, и его ученики, кстати, высшей школы экономики, все являются его учениками, все выдающиеся экономисты в основном. И даже руководитель Центробанка является его ученицей. Госпожа Набиулина. Да, госпожа Набиулина. И, по сути дела, это пока все на словах, но я думаю, что если эта проблема не будет решена, то нас ждут еще более серьезные проблемы, и вот эта вот гибридная мотивация, она, конечно, будет иметь большую роль. И тем более, надо помнить, надо помнить, что Россия всегда держалась на трех столпах. Три столпа. Это культура, образование, наука. А сейчас, по сути дела, надо четвертый столб создавать. Вот я на этом хотел закончить наш разговор. Бизнес. Нет. Бизнес, вы сами сказали, он двигается гибридно, и пока неизвестно что. Вы начали свое выступление на нашей программе с какого-то термина служения. Да. Мне кажется, что согласятся с нами и слушатели, что служение Отечеству должно быть как раз четвертым столпом, наряду с наукой, образованием и культурой, которые будут держать Россию. Да. Либо стержнем, который будет держать все три столпа. Спасибо большое, Зуфар Гумарович, за участие нашей передачи. Напоминаю еще раз, у нас в гостях был сегодня Галеев Зуфар Гумарович, кандидат политических наук, доцент кафедры бузеологии, культурологии и туризма Института международных отношений и истории Востокновения Казанского федерального университета. Спасибо. Вам спасибо. Теперь переходим ко второй части нашей программы, к гламурной. В ней выступят эксперты студенческой исследовательской группы Элса, со своими соображениями по рынку ценных бумаг о тех изменениях, которые произошли на нем за период лета-осени 2015 года. Своё видение они раскроют на основе тех компаний, по которым у них ведутся научные поиски. Добрый день, меня зовут Олефьев Георгий, и сегодня я хотел бы рассказать вам о компании Вагита Олег Первого «Лукойл». Цена акции этой компании составляет 39 пунктов за акцию на лондонской бирже. Корреляция нефтяного графика, безусловно, зависит от акций компании. Чем ниже акций нефтяного потока, чем ниже акций компании, что можно увидеть по этому графику. Западные санкции и, безусловно, давление со стороны политических лидеров влияют на понижение акций компании. Кроме того, есть и внутренняя политика компании, из которых следует уточнить два факта. Первый из которых, то что компания Вагита Олег Первого «Лукойл» заняла второе место в списке 500 самых крупнейших компаний России. И второй факт, то что сам Вагита Олег Первого занял четвертое место в списке Forbes Russia. Говоря о техническом анализе, акции компании находятся в небольшом боковике, а именно двигаются вверх и вниз. По линии тренда мы можем увидеть, что акция будет двигаться вверх, что вы можете посмотреть на этом графике. Из моих рекомендаций в круглосрочном плане ее активно покупать. В долгосрочном плане следует упомянуть фундаментальный анализ, из которых следует уточнить, то что санкции с иранской нефти пока еще не сняты, компания «Лукойл» прогнозирует увеличить свой объем на 2 миллиона баррелей в год. Здравствуйте, меня зовут Суханов Глеб Станиславович, я представляю Институт экономики управления права третий курс. Моя компания «Татнефть». Цена за акцию на данный момент составляет 330 рублей, что вы можете увидеть на этом графике. В связи с западными санкциями акция компании заметно понижается, повышается. Мои рекомендации по поводу того, покупать данные акции или нет, я вам предлагаю их просто держать при себе. Добрый день, я Горбатова Юлия. Как вы помните, я рекомендовала вам оставлять акции «КамАЗа» у себя, но мои прогнозы не оправдались, так как акции «КамАЗа» резко пошли вниз. Но я рекомендую вам их не сбрасывать, потому что по тенденции они должны возрасти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова